Духа Божьего Если он желает это дать, я не против Но мне и так хорошо, и я не собираюсь прикладывать какие-то усилия А в духовных вопросах такое отношение ни к чему не приведет С таким отношением вы не попадете в Царство Бога Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых Чтобы каждый, кто поверит в Него и примет Его своим Господом Смог войти в Царство Божие Но если вы думаете, если Бог желает сделать меня наследником Своего Царства Пускай делает, вы ничего не получите Богу нужно ответное действие Я понял, что этот принцип работает на всех уровнях ученичества и роста Бог ожидает нашего ответа Если мы хотим, чтобы сила Бога стала движущей силой нашей духовной жизни Нам нужно принимать необходимое для этого решение Аминь Ну а теперь перейдем к нашей теме Что мы можем сделать, чтобы открыть свои сердца для силы Божией Первое — принять Слово Божие Оно доступно, но мы порой игнорируем простые вещи В 106-м псалме сказано «Послал Слово Своё и исцелил их, и избавил их от могил их» Важно понять, что Бог послал Своё Слово на землю Люди приняли Его Оно было переведено на множество языков Много раз переписано от руки, а затем напечатано Я не предлагаю вам строить свою систему богословия на одном слове, глаголе или стихе Но Слово Божие важно Если вы не примете Слово Божие, вы не сможете принять Духа Божьего Через Слово Божие мы познаем характер Бога и то, как Он взаимодействовал с человечеством И мы учимся поклоняться Понимаем, что такое святость и чистота Узнаем о повелениях и запретах Нам нужно Слово Божие Давайте-ка вместе откроем Евангелие от Иоанна 1 главу, 14 стих «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины И мы видели славу Его, славу как единородного Отца О ком говорит Иоанн?» Конечно, об Иисусе Иисус был Словом о воплоти Мы не поклоняемся книге Я говорю не об этом Я говорю о том, что ваше отношение к Слову Божьему Это индикатор вашего отношения к Богу Если мы не уделим время чтению Слова Божьего И размышлению над Ним, чтобы наполнить им свою жизнь Неужели мы думаем, что на нас сойдет сила Божия? Первый шаг Это сказать «Бог, Ты важен для меня» Я буду изучать Твое Слово Мне говорят, пастор, я согласен, но я не люблю читать Я понимаю Меняйтесь Когда кто-то предпочитал торт, а не овощи Потом с моим пищеварением случилось что-то страшное Тогда я решил, что овощи намного приятнее Мне пришлось так решить Перемены — это не всегда плохо Сегодня есть много способов получить информацию Если вы не любите читать, вы можете слушать Слово Божие Вы можете скачать приложение и слушать Слово Божие каждый день Вам нужно постоянно и целенаправленно посвящать время Слову Божьему, если вы хотите принять силу Божию в свою жизнь Ведь нам с вами нужна помощь Бога Второй шаг — научиться принимать Дух Божий Мы принимаем Слово Бога, а затем также решительно принимаем Его Дух В Евангелии от Иоанна 20 главе сказано В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев Это был вечер дня воскресения Иисуса Ученики прятались, боясь, что следом их черед Если власти смогли распять Иисуса, наверняка ученики считали себя уязвимыми Они заперли дверь, были напуганы и расстроены, увидев, как самый выдающийся в их жизни человек задыхался на римском кресте Написано, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, мир вам Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои Скажите, каким было отношение учеников? Иисус показал им свои руки и ребра Для чего Он это сделал? В последний раз ученики видели Иисуса на римском кресте, избитым почти до неузнаваемости Ученики знали, где Он похоронен И придя посмотреть на гробницу, увидели, что она открыта, а тело исчезло Они не поверили женщине Теперь Иисус стоит посреди них Представляете? Я уверен, что ученики недоумевали Может быть, это плод нашего воображения? Или это призрак? Иисус показал им раны на своем теле Это Я Я вернулся Следующее предложение интригует меня в Библии больше всего Ученики обрадовались, увидев Господа В Библии много недосказанности Я не знаю, как именно они отреагировали Возможно, они разразились смехом А может, расплакались Или упали на колени Или потеряли дар речи Я не знаю Иоанн написал лишь то, что они обрадовались Думаю, они были вне себя от радости Увидев Иисуса Вряд ли Они просто сказали А, привет, дружище Это как-то маловероятно Смотрите, что сделал сам Иисус Иисус же сказал им вторично Мир вам Как послал меня Отец Так и я посылаю вас Сказав это, Дунул И говорит им Примите Духа Святого Я считаю так Если вы умерли на виду у всех Вас похоронили А затем вы воскресли из мертвых И пришли к своим Самым близким друзьям То ваши первые слова будут самыми важными Согласны? У этих слов особое значение На них особое ударение Первым делом Иисус дунул на учеников и сказал Примите Духа Святого Эта ситуация очень напоминает То, что произошло в первой главе бытия Бог создал человека из праха земного А затем вдохнул в него дыхание жизни И человек стал душою живою Полагаю, в этот момент ученики были рождены свыше В момент личной встречи с воскрешим Иисусом Дух Божий вошел в учеников До искупительного труда Иисуса Это было невозможно Но все изменилось Вступил в силу Новый Завет Иисус дунул на них и сказал Примите Духа Святого Вам нужно принять Слово Бога И принять Его Дух Не теряя времени даром Поговорим о жизни в Духе Как мы с вами можем полноценно Содействовать Духу Святому В своей жизни Я полагаю, что здоровая духовная жизнь Во многом схожа со здравым образом жизни Это не единичное решение Или единичный опыт Да, он состоит из подобного опыта В здоровом образе жизни много составляющих Чтобы быть целесно здоровым Нужна сложная система взаимосвязанных факторов Это диета, упражнения, режим сна Гигиена, окружающая среда Генетика Факторов, великое множество Это не один фактор Это целая система факторов К примеру, врач сказал вам, что 15 лет назад вы были здоровы Это полезная информация, но не нужно на ней зацикливаться В духовной жизни важен не единичный опыт Или единичный компонент Она многогранна И вам потребуется не только опыт, но и множество решений Которые помогут вашему духовному процветанию Думаю, мы слишком часто фокусируемся на опыте, заменяя им здоровую духовную жизнь Мы рассказываем о своих переживаниях Я рад, что и у меня есть такие переживания Но я хочу, чтобы они составляли череду дел Бога в моей жизни Теперь расскажу вам о решениях, которые помогут вам вести здоровую духовную жизнь Вам нужно родиться от Духа Это не выбор Потому что мы не просто клуб Мы связаны не только хорошими делами, добротой, проявлениями щедрости и любви В самом сердце истории Иисуса сокрыто преображение В Евангелии от Иоанна 3 главе 5 стихе Иисус говорит Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие Неважно, в какой стране вы родились, в какой деноминации примкнули И сколько у вас Библии Вы не войдете в Царство Божие, если не родитесь от воды и духа Это необходимое условие Послание к кремлинам, 8 глава, 11 стих Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас То воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас Если вы рождены свыше, а если вы приняли Иисуса как Господа своей жизни Тогда Дух Божий живет в вас Иисус сказал Своим ученикам Если я уйду, Отец пошлет утешителей Он будет с вами, и Он будет в вас Так было не всегда Это новый виток в истории Раньше Дух Святой обитал в Скинии, в Святая Святых и в храме Теперь Дух Божий живет в вас, а не в храмах, построенных руками человека Быть церковью не значит собраться в красивом здании в 11 часов утра Я не против этого Однако церковь — это люди, потому что в нас живет Дух Божий Не потому что вы ходите в церковь, а потому что признали Иисуса Господом в своей жизни Дух Святой приходит туда, где превозносят Иисуса Вы открываете дверь своей жизни для Господа, когда признаете Иисуса из Назарета Мессии и Сыном Божиим Вы решили выбрать Его Господом и служить Ему как Царю Такие решения привлекают Духа Святого Сила Божия в вас — это так прекрасно Потрясающее утверждение Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, чтобы избавить вас от смерти Нет, в лесной смерти, от проявлений зла, которые ограничивают вашу жизнь и несут вам смерть и разрушение В вас живет сила, которая дарит вам свободу Нам нужно знать об этой, чтобы уметь содействовать этой силе Все начинается с простого приглашения Иисус, будь Господом моей жизни И сегодня я хочу повести вас в этой молитве Если вы никогда так не молились, сегодня самый лучший день Я думаю, все мы в какие-то моменты жизни молились не от сердца В какой-то мере я это понимаю Но поймите, мы не проведем Бога Обмануть проповедника несложно, но Бога-то мы не проведем Если вы по-настоящему не признавали Иисуса своим Господом Это можно сделать сегодня Но цель не только в этом А в том, чтобы мы все знали, как помочь человеку войти в Царство Божие Нам нужно поставить себе цель за следующие полгода помочь хотя бы одному человеку войти в Царство Божие Я так благодарен вам за полную энтузиазма, реакцию Кто-то из вас хочет поставить себе такую цель? Видите, это сотни, сотни людей Чудесно! Приглашение, о котором мы говорим Это наше содействие Духу Святому и силе Божией Порой люди считают, что сила Божия нужна, дабы исполнять их прихоти Думаю, это не самая важная часть такого приглашения Важно развить в себе стремление и увидеть Дух Божий в действии Друзья, решение проблем человечества придет только при расширении влияния Духа Божьего в нашем мире Это решение не придет от политической партии или идеологии Я благодарен за форму нашего правительства, но она всего лишь отражает чайнее людей с улицы Если мы хотим видеть истину и искренность в Вашингтоне, нам нужно больше истины и искренности на улицах Мы с Вами словно службы доставки У Вас есть сфера влияния Это Ваша семья, друзья, коллеги, соседи, приятели Со всеми этими людьми нужно наладить диалог об Иисусе К примеру, Вы можете пригласить кого-то в гости Можете пригласить кого-то в церковь Но главная Ваша цель — рассказать людям об Иисусе Это будет полезно и для Вас Если мы сделаем это, придет Бог Если мы будем равнодушны, обращаясь к Богу лишь для того, чтобы Он что-то нам дал, ничего не выйдет Такое приглашение — это дверь, через которую сила Божия войдет в жизнь людей, которым важны цели Бога Пусть молитва, которую мы произнесем вместе, станет частью Вашего опыта Которым Вы сможете поделиться с кем-то еще Давайте помолимся вместе Прошу Вас, закройте глаза и забудьте, что рядом кто-то есть Скажите всемогущий Бог Я грешник И нуждаюсь в Испасителе Я верю, что Иисус, Твой Сын Умер на кресте за мои грехи И Ты воскресил его из мертвых, чтобы я был оправдан Прости мне мои грехи Иисус, стань Господом моей жизни Я хочу почитать Тебя всем, что я есть И всем, что у меня есть Я все всем прощаю И благодарю Тебя, что теперь принадлежу Тебе Во имя Иисуса Аминь Вот это да Это чудо Оно меняет Вашей жизни все Оно меняет власть Вашей жизни и доступную Вам силу Теперь в Вас живет Дух Божий Хочу добавить к этому еще один компонент здоровой духовной жизни Это стремление отдавать силы и время благодарению, прославлению и поклонению Я говорю не о том, что происходит на сцене Поклонение начинается в Вашем Духе Когда Вы принимаете Иисуса Господом в своей жизни, Ваш Дух обновляется Еще у Вас есть душа и тело Они хранят в себе что-то из прошлого Они еще не преображены полностью Однако поклонение начинается в Духе Нам нужно подчинить свое эгоистичное Я Свой разум, волю и эмоции Поклонение Разум говорит, я не хочу Чувства говорят, не хочется Но я должен сказать, это не важно Не Вы здесь главные Я ценю Ваше мнение, а теперь умолкните И поклоняйтесь Господу Мы позволяем душевным вещам расстроить наше поклонение Нам важен стиль и наше предпочтение Мне нравится этот лидер или вот этот Этот человек или тот Если нам не нравится стиль, мы уклоняемся от поклонения Не уклоняйтесь от поклонения Поклонение начинается внутри Вас С таким отношением поклонения не получится Да, я ценю музыку в любимом мною стиле Или песню, которая мне особенно нравится Но Вам нужно уметь поклоняться Господу Даже когда кто-то вроде меня поет мимо нот Главное, что внутри меня и кто такой Бог Мы об этом забываем Думаю, причина тому — атаки врага, атаки сатаны Считается, что до того, как сатана был свергнут с небес Он отвечал там за музыку В Писании поклонение и Дух Божий взаимосвязаны Мы отделяем себя от поклонения из-за душевных вещей И пренебрегаем силой Божией С благодарением немного проще Но благодарить Бога — тоже решение Это выбор, даже если Вам не хочется Я уверен, все, кто здесь находится, сталкивались с неурядицами В сфере отношений, эмоций или чего-то другого Вам нужна помощь от Бога Мы благодарим Бога не тогда, когда все прекрасно Отказ благодарить Бога — это проявление неуважения Предположим, ребенок-подросток говорит Вам «Я не буду Тебя благодарить, пока не сделаешь все, чего я хочу, и так, как я хочу» Будь благословен Это напоминает наше отношение к Богу «Я тебя не благодарю, потому что ты действуешь не так, как мне хочется» Мы удерживаем свое поклонение и благодарение А Библия говорит О жертве хвалы Почему? Потому что поклонение и прославление Бога И Дух Божий взаимосвязаны Помните, в Псалме сказано «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою» Дело не в стиле Возможно, вы предпочитаете какие-то стили Это хорошо, но это ничего не определяет Я решил воздавать славу Богу Мы принимаем Слово Бога, принимаем Его Дух И благодарим при этом Бога Ну а теперь еще одна составляющая, и это молитва Не ожидали такого поворота событий, да? Посмотрите на молитву Как на выражение приглашения и своего намерения Если вы не молитесь, вы не приглашаете Бога Когда мы не молимся, мы тем самым заявляем, что не ждем участия Бога Когда мы не молимся, мы не приглашаем Бога И демонстрируем равнодушие к участию Духа Святого Я так не хочу Давайте-ка откроем Евангелие от Иоанна 11 главу Здесь сказано о визите Иисуса в Ифанию Где жили Марфа, Мария и их брат Лазарь Но Лазарь переехал Теперь он в гробнице и лежит там уже несколько дней Иисус пришел не проведать его могилу У него другая задача, помните какая? Камень отняли от пещеры Иисус поднял глаза к небу и стал молиться Что он говорил? Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня Я и знал, что Ты всегда услышишь меня Но сказал это для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня Какая интригующая молитва Отец, благодарю, что услышал меня Благодарю в настоящем времени Что Ты услышал меня в прошедшем времени Иисус говорит, что он уже помолился Я уже помолился за Лазаря И пришел сюда, зная, что произойдет Я знал это в прошедшем времени Что Ты всегда услышишь меня Но сказал это для народа, стоящего здесь Те, кто будут читать об этом спустя столетия, узнают, что Я помолился прежде, чем пришел сюда А затем он сказал, Лазарь, выходи Лазарь вышел в своей погребальной одежде Иисус сказал, развяжите его И теперь вопрос без подвоха Что произошло бы, если бы Иисус не помолился? Лазарю не понадобилась бы вторая гробница Молитва изменила все Верно? Не просто молитва с приглашением выйти из гробницы Он помолился прежде, чем пришел туда Друзья, молитва в нашей с вами жизни Значит больше, чем нам кажется Мы давно говорим на эту тему У нас есть серия проповедей Давайте помолимся Мы продолжаем двигаться дальше Мы хотим быть людьми, которые научились молиться Перестаньте говорить Я не молюсь, мне не нравится молиться Я не знаю, как молиться Я понимаю все это Мне тоже порой неловко Изучение чего-то нового Подразумевает неловкость Но нам нужно стать людьми, которые приглашают Бога в свою жизнь Нужно изменить словарный запас Оборотнюю ловкость Вперед! Я хочу пригласить Бога в свою ситуацию А вы? Я хочу пригласить Бога в жизнь своих внуков, соседей, друзей Я хочу пригласить Бога в жизнь подростков И увидеть, как они поклоняются Господу Я хочу пригласить Бога в свой дом Мы с вами источники приглашения Что будет, если мы не будем приглашать Бога? Намного меньше Почему мы живем в таком дефиците проявления силы Божьей? Потому что мы не уделяем время тому, чтобы приглашать Его Он ответит на приглашение Так что давайте помолимся Это действительно важно В 12 главе 1 послания Коринфянам Есть перечень даров Духа Всего их 9 Не игнорируйте их 9 даров Духа — это слово мудрости Слово знания Развлечение духов Чудотворение Исцеление Вера Пророчество Говорение на языках И дар истолкования языков Это 9 проявлений Духа Божьего Это не единственный их перечень в Новом Зарете Послание к римлянам сказано И как по данной нам благодати Имеем различные дарования То имеешь ли пророчество — пророчество и по мере веры Имеешь ли служение — пребывай в служении Учиться ли — учение Увещаться ли — увещевай Раздаваться ли — раздавай в простоте Начальник ли — начальству и с усердием Благотвориться ли — благотвори с радушием Список расширился Все это дается по благодати И это важно Благодать не то, что вы заработали Благодать дается не по заслугам Если вы что-то заработали, это не благодать Дух Божий и сила Божия двигаются в нашей жизни Не потому, что мы это заслужили Дух Божий двигается в нашей жизни Несмотря на нас Но мы можем приглашать его и рассчитывать на его участие Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру Это будет возможно только с вашей помощью Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны Это почти синонимы Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высвобождая силу Духа Святого» Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа» связанные проявления Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым Звоните по номеру, указанному на экране Или заходите на наш веб-сайт Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона Вместе мы изменим мир Мы бы хотели пригласить вас на наше служение в выходные дни Здесь вы найдете множество дружелюбных людей, захватывающие поклонения Удивительные встречи и вместе будете изучать Слово Божие Здесь есть что-то для всей семьи Вы можете прийти в субботу в 5 вечера или в воскресенье в 8 и 10 утра Мы находимся прямо возле I-24 и нас легко найти Вы можете зайти на наш сайт, чтобы найти нас Присоединяйтесь к нам, мы будем рады видеть вас С первых и до последних глав Библии Дух Божий и Сила Божия взаимосвязаны Это почти синонимы Всем нам в какие-то моменты жизни нужна Сила Божия, чтобы получить нужный результат Это тема новой уникальной книги пастора Аллена, основанной на его учении «Высобождая силу Духа Святого» Сделав пожертвование, вы получите книгу «Освобождая силу Святого Духа» «Связанные проявления» Откройте безграничный потенциал взаимодействия с Духом Святым Звоните по номеру, указанному на экране Или заходите на наш веб-сайт Спасибо вам за поддержку служения Аллена Джексона Вместе мы изменим мир!